Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня, наконец-то, самый лучший день! Мы приготовили вяленую баранью ногу, и сейчас мы её будем кушать. Она уже установлена на хамонеру. Я срезал по краюшку верхний слой плёночек и жирка, который уже подсох. Вот так её устанавливаем. Замечательный филейный нож. Это нож для нарезки вяленой бараньей ноги. Чем тоньше нарезана вяленая баранья нога, тем она вкуснее. Сейчас я начинаю. Из-за того, что баранья нога немного меньше по размеру, чем хамон, она не так симпатично закреплена. Какое красивое сочетание мяса и сала. Мясо очень мягенькое. Я, наконец, нарезал вяленую баранью ногу. Сейчас я её буду кушать. Обожаю пиво. Особенно, когда меня после пива ожидают очень вкусные и очень достойные этого напитка закуски. Давайте взглянем, что у нас есть. Мясо розовое. Кое-где там, где совсем была маленькая толщина ножки, оно немножко светло-коричневое. А в основной массе оно такое розовое. Аромат. Я специально хотел сделать вяленые бараньи ноги без специй, без обмазок. Потому что это не бастурма, это не какие-то другие вещи. И я хотел насладиться настоящим ароматом естественного вяленого бараньего мяса. Поэтому здесь только соль и мясо. Было много прекрасных рецептов с обмазками, но я именно взял вот это. Поэтому сейчас я слышу замечательный, очень тонкий и хороший, благородный аромат вяленой баранины. Легкая нотка солености. Уже потихонечку начинает просачиваться роса. Это когда жирок, который есть в самом кусочке мяса. Из-за того, что кусочек должен был подышать, он начинает выступать и как будто бы мяско потеет. Я вам скажу, это настоящий взрыв вкуса. Именно кушаешь такое обалденное мясо. Оно сочное, в меру соленое, в меру сухое. Нога дарилась 20 дней. Поэтому я ее убрал, когда 20 дней закончилось, потому что уже она нормально потеряла в весе. Очень хорошее, сочное мяско. Замечательная текстура. Жуется мягко. Мяско очень классное. Но при условии, что мы его нарежем тонко, так как оно того требует. То есть любое вяленое мясо нужно резать очень тонко. Посмотрите, как хорошо, как оно прекрасно выглядит. Пивка. Класс. Холодное пиво и вяленая баранина. Это самое лучшее сочетание, какое я когда-либо пробовал. Очень вкусно. Я хочу еще. Я хочу еще. Мяско настолько классное, я просто не могу удержаться. У меня просто закончились слова, насколько оно мягкое, вкусное и аппетитное. Вот такое замечательное розовое мяско на срезе. Вот это краешки, где... Это краешки самой ноги, поэтому она немножко здесь светло-коричневая. А само мяско очень нежное. Такой насыщенный цвет. И это самое важное. Без нитритной соли. Ай, как же хорошо. Теперь несколько нюансов по самой технологии. Те, кто захочет повторить мой рецепт, друзья, самое важное. Засолка идет минимум 10 дней. Крупной соли. У меня нога солилась 21 день, потому что помещение, в котором она находилась, было с температурой 0,1 градус. Я предположил, что при таких низких температурах процесс засолки будет идти очень медленно. Мясо абсолютно не пересоленное. После засолки бараньи ноги я вымачивал в течение 10 часов в медленной проточной воде. Но из, уже из результата я могу сказать, что 10, 12, 13 дней для просолки достаточно при любой температуре. Лишь бы это был не минус. И легкая промывка, конечно же, должна быть. По велению, все температурные режимы меня вполне устраивали. Все происходило замечательно. Легкий поток воздуха. Температура от 0 до 5. Отлично подсохла. Отлично подсохла. Как раз в меру сочное, в меру упругое. Мясо обалденное. По поводу специй, если я и буду делать в следующий раз, я, конечно же, буду делать и без специй. Потому что со специями я с удовольствием сделаю, например, бастурму. А именно, вяленая баранья нога мне нравится без специй. Пишите в комментариях, что вы думаете. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео. А вас ожидают интересные новые видео о новых вариантах зернового самогона. О отличных, очень вкусных и достойных мужских блюдах из баранины. А также для любителей сладникова, после хорошего ужина, всегда какие-то новые и интересные десерты. Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И помните, кухня это самое спокойное место. Слушай, нравится мне? Ставь лайк. Спасибо. 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 Спасибо.